Второе пришествие Господа и Тысячелетнее Царство Римлянам, глава восьмая, стихи восемнадцатый, двадцать пятый Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне И не только она, но и мы сами, имея начаток духа И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего Ибо мы спасены в надежде Надежда же, когда видит, не есть надежда Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении Те, кто праведны по вере в Божью праведность, получили славу небес Вот почему они страдают с Христовым Евангелием воды и духа Чтобы облачить всех людей в славу небес Верующие посвящают себя Евангелию Божьей правды И страдают на земле, потому что участие в страданиях Христовых является славным и праведным Разве для нас непочетно страдать для Бога, которого мы глубоко уважаем и почитаем? Конечно, почетно, то славные страдания Вот почему те, кто верят в Божью правду, страдают за нее За кого страдаете вы сегодня? Страдаете ли вы ради мирских вещей и вашей плоти? Что хорошего дают вашей душе страдания о мирском? Страдайте во имя правды Божьей и верьте в нее Тогда слава Божья пребудет с вами Наследие, которым мы будем благословлены в будущем Давайте подумаем о наследии Которое мы получим Наследие, которое мы получим на небесах Является наградой царствовать вместе с Иисусом на новых небесах и новой земле Слава, которую мы получим в тысячелетнем царстве И вечное царство Божье столь велики, что измерить их невозможно Лишь рожденные свыше праведники Сами смогут познать и обрести эту славу, которая ждет их Несравнимая слава Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят По сравнению с той славою, которая откроется в нас Римлянам, глава восьмая, стих восемнадцатый Сравнивая славу, которая будет получена со страданиями праведников В настоящем Павел сказал Что их слава во много раз превзойдет их настоящее страдание Это абсолютная истина Слава, которая ждет нас, определенно гораздо больше, чем страдания, которые мы испытываем сейчас Тварь, ожидающая с надеждой Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих Римлянам, глава восьмая, стихи девятнадцатый, двадцать первый Все Божьи творения ждут получить освобождение от неминуемой погибели и тления по причине своих грехов Чтобы это освобождение стало возможным, должно быть установлено Царство Божье на земле Эти творения также ждут детей Божьих, чтобы стать хозяевами тысячелетнего Царства Все творения, таким образом, ждут того дня, когда сыны Божьи будут царствовать с ним Облачившись в славу Божью, потому что Царство Небесное уже близко Ожидая искупления наших тел Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне И не только она, но и мы сами, имея начаток духа И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего Ибо мы спасены в надежде Надежда же, когда видит, не есть надежда Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении Римлянам, глава 8, стихи 22-25 Те, кто верят в Евангелие Божьей праведности, спасены от всех своих грехов Они ожидают Царства Божьего того дня, когда оно наступит Ожидают терпеливо, перенося все свои страдания Они постоянно страдают за Евангелие И, проходя через страдания, их надежда на Царство Божье становится еще более убежденной Для этих людей это совершенно естественно Они не ожидают надеждой, которая видна глазами плоти Наоборот, они ожидают Царства Божьего, которое невидимо И надеются на свое собственное преображение Люди и все вещи в сегодняшнем мире живут чрезвычайно изнуряющей жизнью С течением времени мир изменяется И с ростом технологий и цивилизации надежда людей на будущее возрастает в их сердцах Они надеются увидеть рай на Земле в будущем И тем не менее становятся более нервными, раздражительными, подавленными Удивляясь, почему процесс идет так медленно Компьютеры, автомобили и другие технологические и научные совершенствования продолжаются Тем не менее, услышать человеческий смех становится все труднее и труднее Есть ли надежда на будущее у человечества? Ответ, к сожалению, отрицательный Согласно слову откровения, а также мнению ученых Нас ждут бедствия, связанные с нехваткой воды Разрушением озонового слоя, наводнениями и уничтожением леса Которые приведут к гибели от жажды и теплового удара многих людей Вы в вашем сердце чувствуете, что все эти катаклизмы ждут нас? Живем ли мы в добром мире? В определенном смысле он может показаться хорошим Что вообще существует, что невозможно купить за деньги? Но нам необходима чистая вода и здоровая природа Тем не менее, озоновый слой разрушается Что позволяет смертельным лучам проникать через атмосферу При этом ультрафиолетовое излучение заставляет растения мутировать А человеческие сердца ожесточатся Люди постоянно беспокоятся Что произойдет с этим миром? Но в отличие от людей этого мира Мы, рожденные свыше верующие Имеем веру, благодаря которой Мы будем принимать участие в первом воскресении И царствовать с Иисусом тысячу лет Библия говорит нам Что сам Господь сойдет с небес С возвещением, с глазом архангелов И трубой Божьей Первое, Фессалоникийцам Глава 4, стих 16 Вопрос 1 Когда Он придет? Наш Господь обещал, что Он придет И заберет тех, кто верит в Евангелие воды, крови и духа И поэтому мы пребываем в ожидании этого дня Все, рожденные свыше, верят в это Евангелие Мои грехи перешли на Иисуса Когда Он принял крещение И я верю в Господа, как Спасителя Который понес наказание за мои грехи вместо меня Бог даровал нам спасение через Своего Сына Единородного Иисуса Христа Он возвращается вновь, чтобы воскресить Свой народ И позволить Ему царствовать на земле тысячу лет Библия подобна мозаичной картинке Которую ее читателям необходимо собрать Когда Иисус впервые сошел на землю Он пришел, чтобы призвать всех грешников покаяться Он взял их грехи на свое тело благодаря крещению И понес наказание за них через кровь, которую Он пролил на кресте Когда Господь, который сейчас обитает на небесах, придет вновь Он воскресит всех, кто верит в Божью правду, чтобы царствовать с ними тысячу лет Тысячелетнее царство Те, кто истинно любят других людей в этом мире, являются детьми Божьими Это те люди, которые несут Евангелие Божьей праведности каждой заблудшей душе, чтобы завоевать их для Христа Заслуживают ли люди в этом мире стать детьми Божьими? Нет, не заслуживают Кто же тогда заслуживает? Когда Иисус придет снова, Он вознаградит их воскресением всех рожденных свыше, позволив им царствовать в течение тысячи лет Тысячелетнее царство предназначено для нас, рожденных свыше верующих Несмотря на то, что наш мир становится все более опустошенным, когда наш Господь придет вновь, мы будем жить в новом мире Тогда Господь позволит нам царствовать вместе с Ним и жить счастливо и радостно так долго, как только мы захотим В послании к римлянам, глава восьмая, стих двадцать третий, Павел сказал И не только она, тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего Вы ожидаете этого дня? Даже мы, которые имеем плоды Духа, стенаем внутри, с нетерпением ожидая искупления наших тел Бог сказал, что Он воскресит нас, изменит наши тела и позволит нам жить с Ним Мы, рожденные свыше праведниками, надеемся и ждем его второго пришествия через Святого Духа Внутри мы стенаем Рожденные свыше верующие знают, что представляет собою этот мир То, о чем говорят предсказатели, ничего не значит, но рожденные свыше верующие доподлинно знают, что произойдет в будущем Даже если бы миру суждено было измениться точно так, как мы предрекаем, никто бы не поверил нам сейчас Но те, кто верят в написанное Слово Божье, просто ждут, не хвалясь Они живут с надеждой, невзирая на неодобрительное отношение к себе со стороны тех, кто не признают Божье Слово Те, кто не верят, должны успеть получить спасение еще до того, как их жизнь подойдет к концу Они должны верить, что Иисус своим крещением взял на себя их грехи и понес наказание вместо нас на кресте Лишь когда наступит конец дней, они смогут войти в царство на небесах Мы будем тогда вознаграждены и войдем в царство на небесах, чтобы иметь жизнь вечную Мы должны четко знать и верить, как Иисус стал нашим спасителем, прежде чем покинем этот мир Мы должны также подготовиться к нашей жизни на небесах Этот мир еще не все Зная эту истину, мы должны подготовиться к жизни на небесах Вот как поступают мудрые Проживаете ли вы каждый день в наслаждении? Если да, то вы просто глупец Лишь те, кто стремятся к лучшему, а именно к царству на небесах И стремятся осуществить свои мечты, являются мудрецами, строящими свой дом не на песке, а на камне Бог сотворил нас по своему образу и хотел, чтобы мы жили с ним вечно Вот почему Господь пришел на эту землю, принял крещение и пролил свою кровь, чтобы освободить нас от всех наших грехов Те, кто верят в Божью праведность, живут с Господом И Господь вознаградит их за это Наш Господь утрет слезы с наших глаз и вознаградит нас всех за те мучения и одиночества, которые мы все перенесли Бог обновляет все Он позволит прийти новому миру, где младенец будет играть над норою аспида И, протянув руку, змием укушен не будет Исайя, глава 11, стих 8 Мы должны верить и всем сердцем ждать того, что невидимо, лелея в себе надежду на этот день Если мы говорим, что ожидаем того, что видимо, мы глупцы С другой стороны, если мы ждем того, что невидимо и верим в Слово Божье, тогда мы мудры После нашего спасения мы ждем славы, которая в настоящее время, хоть и невидимо, обязательно придет Бог сам стенает еще больше, чем мы Но все равно требует от нас, чтобы мы ждали Мы с нетерпением ждем того момента, когда наша плоть преобразится в духовное тело и будет царствовать на небесах Что говорит Дух Святой, который обитает в нас? Для чего Он заставляет нас ждать? Он заставляет нас ждать тысячелетнего царства Господь ждет, чтобы обновить наши тела и жить с нами Мы также ждем второго пришествия, чтобы царствовать тысячу лет вместе со Христом Аллилуйя! Мы благодарим нашего Господа Христиане живут с надеждой на небеса и твердо уверены в своих ожиданиях Эта уверенность основывается не на наших эмоциональных чувствах, но на слове Божьем, которое не лжет Субтитры создавал DimaTorzok